Я приветствую дорогих братьев и сестер! Я приветствую гостей именем и любовью Господа Иисуса Христа, который посылает благоприятное время, дарует нам благоприятную возможность. И самое главное, что в нас Его Божественное Слово и Его Божественное присутствие Духом Святым на этом месте, скажем, слава нашему Господу! Для меня очень важная тема, которую вы избрали для данной конференции, о которой я хочу остановить наше внимание, насколько Господь позволит порассуждать и помолиться. Я прочитаю Евреям 6 глава, 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». В моем понимании в этом стихе содержится несколько тем. Прежде всего, я хотел бы сказать, апостол Павел выражает свое молитвенное желание еврейской церкви, чтобы каждый из них оказал ревность до конца. Конечно, я понимаю, что этого желают для вас, в данном случае, служителя. Об этом мы желаем и молиться, чтобы ревность в деле служения была до конца. Не до конца дня, но до конца вашей и нашей жизни. Дорогие друзья, братья и сестры, этот стих говорит о том, что в еврейской церкви он не просит, чтобы в их была ревность. Она в их уже была. Он просит, чтобы он, Бог, сохранил эту ревность до конца. Поэтому нам сегодня необходимо обратить внимание на вопрос ревности, чтобы ее иметь и чтобы ее сохранить. Если говорить относительно церкви еврейской, обращали ли вы внимание, какая в них была ревность? В 10 главе этого же послания я прочитаю с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, непроходящее». В моем понимании, в них апостол Павел видел ревность, потому что, когда они терпели гонения, расхищение имущества, они принимали это с радостью. Я думаю, что мы, читая эти слова и живя в благоприятное время, должны заботиться, понимая, что Дух Святой возвещает, не всегда будет такое благополучие для народа Божия, для нас с вами, хотя надо сказать, что для нашего поколения это было, а для вас еще встретиться, необходимо, чтобы была ревность и сохранить ее до конца в любых обстоятельствах и условиях жизни. Хорошо служить Богу в благополучии, но Бог хочет, чтобы мы могли смотреть вот на это Божественное Слово и на Христа и сохранить ее до конца. И поскольку я сказал, что для того, чтобы сохранить, то надо иметь, ибо если человек не имеет, то нечего хранить. И поэтому мне хотелось бы немного остановить наше внимание. Если мы рассматриваем слово ревность, то в русском языке слово ревность имеет одно из значений – усердный, старательный. Поэтому это место Священного Писания говорит, которое братья избрали, чтобы усердие и старание мы могли иметь и могли его сохранить до конца. Конечно, в данном общении большинство – это те, которые несут служение в воскресных школах. И для вас, как и для нас, служителей, важно, чтобы именно в нашем служении мы были усердны, старательны или ревностны. Ревностное служение необходимо и очень важно, смотря из этого прочитанного стиха, что только при таком служении ревностном или усердном, старательном можно сохранить надежду, сохранить уверенность, о чем мы и прочитали. Мы понимаем, что оказать верность Богу в благоприятное время – это легче, но мы видим ряд библейских примеров, которые оказывали верность до конца в любых обстоятельствах. Я хотел бы, чтобы каждая присутствующая душа на этом месте могла принять это божественное слово, сказать Господу о том, чтобы его присутствие даровало способность иметь ревность и сохранить до конца. Вы помните обстоятельства, когда читаем книгу Иова, в которого были обстоятельства гораздо сложнее, неужели нас, неужели у нас с вами, а он отвечает, а я знаю, Искупитель мой жив. Поэтому Господь желает, чтобы, смотря на те библейские маяки, которые оказывали ревность в служении Богу до конца, мы могли им подражать. Мы понимаем из Священного Писания, что Господь, когда смотрим в Откровении Иоанна, рассматривая Церкви, в 3 главе 19 стихом обращается и говорит слова «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Бог желает, чтобы усердие и старание было у каждой души, которая служит Господу. Мы видим, что те, которые были впереди нас, не только Ветхого Завета, когда мы читаем Слово Божие, апостол Павел пишет филиппийцам и говорит слова «Насколько в его жизни было служение Господу ценным, насколько усердно. 3 главе 7 стиха мы читаем «Но что для меня было преимущество, то ради Христа я почел четою, да и все почитаю четою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Если души желают усердно служить Господу, если мы с вами желаем, то это место священного Писания показывает, это не получится у тех душ, которые служение Богу, а следовательно и вечную жизнь не оценили больше, неужели все в этом мире и даже саму жизнь. Поэтому Господь обращает внимание, чтобы мы с вами, слушая Божественное Слово, могли как в зеркале посмотреть на наши сердца, посмотреть на наше служение и насколько мы в этом старательны, насколько это для нас ценно. потому что мы понимаем, можно относиться к служению, какое бы то ни было, служению служителей, служению левитов поющих, служению вас, преподавателей воскресной школы, можно относиться потому, что поручили, потому, что необходимо, но полноценное служение это усердное и старательное, когда души видят в этом ценность. Я уже говорил, что я не только хочу о ревностном служении говорить и помолиться, потому, что понимаю, если даже сидящие души желают, но если не вознуждаемся, чтобы Бог Духом Святым изменил наши сердца, вложил, вот такое чувствование, этого не будет, но и Бог не вложит, если мы не уразумеем и не вознуждаемся. Говоря, допустим, в этом плане, я бы хотел сказать, противоположность ревности, я бы назвал, это беспечность, это халатность, это лень, о которой, допустим, Христос в Евангелии от Матфея 25 главе, где говорит о талантах, лукавый и ленивый раб. Мне хотелось бы видеть всех вас неленивых в этом служении. Дорогие братья и сестры, и все присутствующие, с одной стороны, это важно для каждого из нас, чтобы сохранить уверенность в надежде на вечную жизнь. С другой стороны, это важно, потому что мы понимаем, что живем последнее время. это время тяжелое, это время, о котором мы читаем, апостол Павел пишет Титу, Тимофею, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, говорит Христос 24-й главе. Поэтому хотелось бы, чтобы даже когда изменятся обстоятельства, хотя надо сказать, что настоящее время совне благополучие, но тяжелое время для того, чтобы сердца народа Божия могли гореть к Богу, гореть ревностным служением, в котором должны видеть ценность. Конечно, усердие и старание мы должны проявлять во всем, но основное, основная наша ревность должна быть о том, чтобы угодить Богу. Это непримиримое отношение ко греху. Я не буду прочитывать, вы помните в книге чисел 25-й главе, где Финес, когда народ израильский отступил, когда грех вошел, он возревновал и ревность одного человека остановила поражение. мне хотелось бы, чтобы именно мы понимали, что Бог хочет видеть нас с вами ревностными, то есть непримиримее со грехом, с какой бы то стороны он не подходил. Мне хотелось сказать дорогие братья и сестры, почему Бог хочет нас видеть ревностными. Задавались ли вы таким вопросом? Я не знаю, какой ответ вы нашли, когда ставили такой вопрос. Прежде всего, при исследовании Священного Писания мы находим, когда читаем Слово Божие, Господь именно говорит народу своему, я Бог ревнитель, потому что Бог Сам является Богом ревнителем. Я бы сказал, Он неравнодушен к Твоему и Моему спасению, Он неравнодушен к хождению своего народа. как именно был неравнодушен к народу израильскому. И поэтому Он дает повеление для того, чтобы мы с вами, читая Слово Божие, понаходим, чтобы мы подражали Богу, как чадо возлюбленные. В этом плане мне хотелось бы обратить внимание я прочитаю из книги пророка Исаия с 9 главы знакомое место. 6 стиха Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и на рекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида, в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою от ныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Ведь мы понимаем, что здесь идет речь о том, что Бог в своих планах для спасения рода человеческого определил отдать в жертву своего единородного сына Господа Иисуса Христа. И он это сделал благодаря тому, что он неравнодушен к погибели каждого человека. Он это сделал потому ревность Господа сделала это. Слава нашему Господу. И поэтому он не может и не хочет смотреть и видеть нас халатными, беспечными, равнодушными, потому что он Бог ревнитель. Когда мы рассматриваем Священное Писание в этом плане, мы находим, что именно Христос Сын Божий, придя на эту землю, он именно был ревностным к делу служения. Вы помните, когда он зашел в Иерусалим и увидел там в доме молитвы, торговлю. Апостолы вспомнили, где именно написано о нем «Ревность по доме твоем снедает меня». Он не был равнодушен, когда видел в храме не то, что должно быть. Это касается наших сердец, которые являются храмом для Бога. храмом Духа Святого. И когда мы, вы видите не то, что угодно Богу смиряться, оправдывать себя, ссылаться на обстоятельства, на те другие причины, это неревностное отношение к храму Божьему, к нашим сердцам. Конечно, это относится и к нам служителям, где именно Бог определил храм церковь свою. Он хочет, чтобы как отдельные души всякий труженик именно мог ревностно относиться к служению Богу, к святости. Мы читаем послание Иакова, где написаны слова «Ибо до ревности любит Дух живущий в нас». То есть Бог Отец, Сын Божий Иисус Христос и Дух Святой это ревнители о нашем спасении. Это Те, которые заботятся. Я другой раз в церквях говорю, когда мы рассматриваем именно отношение Бога к спасению наших душ, то именно можно видеть, что Бог о нас заботится больше неужели мы? Особенно когда видим халатное отношение к служению, к Слову Божьему, к молитве. Хотя об этом я бы сказал, если поставить вопрос, что необходимо, чтобы была ревность в служении. Мы понимаем, что источник жизни для христианина это внутреннее состояние. И внутреннее состояние будет тогда, когда мы будем нуждаться в наших молитвах, когда мы будем нуждаться в его божественном слове, тогда он будет это производить. Хотелось бы сказать, если рассматривая вопрос ревности в контексте Евангелия, Библии, то есть негативная негативная сторона ревности. Я немного хотел бы об этом сказать. Послание римлянам 10 главе мы читаем слова. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». То есть может быть ревность, но не по рассуждению. С одной стороны можно рассматривать не по рассуждению, то есть не понимая. Но я хотел бы сказать о другой стороне ревность не по рассуждению. Это я хочу сказать на основании того, что я понимаю и на основании того, что я видел и подчас вижу в народе Божьем, начиная от членов до служителей за 45 лет служения Господу. Вы знаете, можно быть ревнителем, но когда я смотрю, когда ревнуют о Слове Божьем и стучать по столу, я за Слово Божье, я за истину, я скорблю о такой ревности. Это ревность от неосвященного сердца, души, когда за истину говорит, но краснеет лицо. это ревность не по рассуждению, ревность по Боге, это тогда, когда внутренний человек, имея присутствие мира Божия, Божьей благодати, не может смириться со грехом, но сохраняя смирение, сохраняя мир в сердце, не проявление своей внешной человеческой натуры. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие труженики, я хотел бы, чтобы мы с вами, которые приступили к служению Господу, могли ревностно, старательно служить нашему Господу. Если мы искренны перед Богом и перед самими собою, мы должны слушать Слово Божье, посмотреть, проверить наши сердца. Конечно, здесь нет возможности склонить колени, как мы практикуем, но хотя бы вставши на ноги сказать, Господи, ведь Ты совершенно видишь мое сердце, мое служение, мою жизнь. Ведь именно Ты хочешь и говоришь, чтобы мое служение было усердное, старательное, чистое. И, как я сказал, поскольку Бог на этом месте присутствует Духом Святым, Он может и хочет сделать эту работу в наших сердцах. Поэтому мы, вставши на ноги, будем молиться Господу. Вставши на ноги,